привет друзья просто случайный зритель просматривал сейчас комментарии под очередным видео обзорами на youtube кстати пишите нравится вам не нравится делать такие ролики или не делать и мой любимый хейтер даже не мог пройти мимо этого оставил свой комментарий и скинул ссылочку якобы мне очередное обсуждение для очередного видеоролика наверное не знаю за что ему спасибо привет действительно интересная ссылка на одного довольно известного блогера уже взрослого дядьку тренирующегося натурально видео его последний он отвечает на вопросы своих подписчиков помимо прочего я не я не смотрел же ролик весь я посмотрел только тот отрезок который мне был скинут отрезок был скинут про периодизацию так вот его спросили спросил его подписчик что он думает по поводу периодизации для натурального атлета именно по принципу различных типов мышечных волокон и вот дядьку бомбанула вообще но видно что знание есть понимание нет но если говорить конкретно о периодизации в очередной раз убеждаюсь что люди взявшись на себя ответственность быть тренером наставником просто тупят и ставят себя в такое смешное положение показывая что они вообще не понимают понятия не имеют что такое периодизация но что говорить тогда о людях которые просто хотят тренироваться заниматься да ну честно говоря даже уже не смешно не хочу никого там оскорблять обижать такая полнейшая дичь и тупость была его ответе что я не смогу ее даже воспроизвести потому что на вопрос о том что такое периодизация по типу мышечных волокон как он не относится из него стало изливаться непонятно что по поводу химиков которые все это советуют у которых рука больше чем у него голова в два раза которые сидят на курсе потом не сидят на курсе говорят что это периодизация то есть если человек считает что вот эта периодизация человек советующий людям как правильно тренироваться на турах у вообще кошмар друзья куда катится мир я разочарован я раньше как-то еще немножечко говорил всегда что уважительно отношусь к этому блогеру несмотря на то что у него есть наверно как и у меня как и у всех ошибки кое-где в технике выполнения упражнений которые могут быть опасны для здоровья выполняющего упражнения в такой рекомендации но друзья я уверен что вы зрители моего канала я вам не раз уже об этом говорил адекватные люди люди грамотные раз подписаны на этот канал который зачастую одно и то же говорит повторяет и то что периодизация необходимо особенно для натурального атлета не я придумал я просто пытаюсь ее донести в массы периодизация друзья это не то что говорит этот видать уже полаумный дядечка не то что говорят другие к примеру спасу подскими кто-то еще я никого не слышал нормального определения периодизации периодизация это не легко средний тяжело периодизация это не понижение интенсивности повышение интенсивности зачастую периодизация это даже Повышение интенсивности, нежели ее занижение Как можно говорить о какой-то легкой тренировке? Ведь тренинг на окислительные мышечные волокна Он гораздо с точки зрения психологии концентрации Сложнее силового тренинга И что такое тренинг по различному типу мышечных волокон Конкретно периодизация Это всего-навсего то, что Каждый раз, тренируя одну и ту же мышечную группу Мы на каждой новой тренировке прорабатываем ее в других режимах, в других условиях Если вам не нравится теория, хотя она подтверждена давно Это уже не теория, что у нас три типа мышечных волокон Если вы не хотите на это ссылаться, когда мы говорим о периодизации, пожалуйста Но смена режима тренинга крайне важна И это, друзья, залог успеха сейчас во всем современном спорте И только качки продолжают тупить Продолжают настаивать на своем, что нужно упереться рогом в стену И долбить, долбить постоянно на тренировках одно и то же Ну, такой долбежкой, друзья, я уже не раз говорил Мы просто с вами убиваем центральную нервную систему Перегружаем эндокринную Убивая эти две системы, рушатся остальные системы Падает иммунная система Если есть такая И вы начинаете болеть, заболевать, простывать вообще От любого сквознячка, от любого чиха Понимаете? Периодизация нужна только для того, чтобы прогрессировать Только для того, чтобы не убивать свою центральную нервную систему Тем самым убивая все другие свои системы Периодизация это волшебная палочка натурального тренинга Она помогает и тем, кто сидит на фармакологии Но натурал просто обязан тренироваться по периодизации Естественно, мы с вами все понимаем Что после достижения определенных силовых показателей Это естественно Каких? И для парней, и для девушек у меня есть и видео, и статьи И что самое главное Ведь у нас с вами действительно есть разный тип мышечного волокна Хотим мы того или нет Преимущественно он у всех одинаковый в разных мышечных группах Преимущественно Но есть исключения И это не значит, что если у вас в ногах больше одного типа мышечного волокна То вы должны преимущественно тренировать только его Нет, нет, друзья Посмотрите на конькопешцев Посмотрите на велосипедистов Посмотрите на многих спринтеров На их ноги Не у каждого занимающегося бодибилдингом Если он так думает Есть такие ноги И не нужно говорить, что все они на фармакологии Не важно Даже не употребляя фармакологию Выполняя работу на разные типы мышечных волокон Мы все равно становимся больше Ведь наукой доказано И Силуянов это нам, спасибо ему большое Не раз показывал, рассказывал Что каждый тип мышечного волокна Должен тренироваться И подвержен тренированности То есть его можно натренировать Как на силу, так и на массу И что самое главное На выносливость Многие до сих пор не верят В то, что выносливость Это тренировка именно мышц Преимущественно мышц ног На то, чтобы в мышечных волокнах Было как можно больше митохондрий Митохондрии это такие энергетические Вампиры, если хотите Которые сжирают все продукты метаболизма Которые происходят в мышечных клетках И тем самым, чем больше в мышечном волокне Этих зверей, этих вампиров Тем меньше эти продукты распада Которые происходят в процессе работы мышц Закисляют мышцу Тем самым, не давая нам тренироваться Продолжать движение, точнее Ведь, когда вы поднимаетесь По лестнице и задыхаетесь Или бежите и задыхаетесь Это не сердце Друзья, это Просто-напросто Вот тот процесс, который я вам сейчас Рассказал Никогда не задумывались, почему сердце Никогда не устает, почему оно начинает Работать От момента того, как Плод созрел Хотите от момента рождения, ладно До момента смерти Почему оно стучит Без перерывов Без обедов Без выходных Никогда не закисляется Задумайтесь, друзья Ведь это очевидно Становится Потому что Сердечная мышца Целиком и полностью состоит Из окислительного волокна Целиком и полностью И Учитывая того, что у нас Три типа мышечных волокон Просто Логически Становится Понятно, что Тренировать нужно Все три типа мышечных волокон И на массу И на силу И на выносливость Кто-то Кто первый раз Может быть Будет смотреть Мой ролик Спросит А как же Рельеф Где тренировки На рельеф Друзья На рельеф Можно только Грамотно питаться Если вы этого Не понимаете То вам нужно Перечитать Мои статьи Послушать Лекции Силуянова Других Грамотных Специалистов И у вас Отпадут Все Эти мифы Которыми Вы Окружены В этой Современной Фитнес Бакханалии Так что Друзья Для натурала Периодизация По типу мышечного Волокна Не то что Нужна Она необходима Она Залог Его здоровья В первую очередь Залог Его постоянного Прогресса Залог того Что вам Не надоест Тренироваться Когда вы Тренируетесь По периодизации Вам хочется Идти в зал У вас Просыпается Желание Как в молодости Тренироваться Я тренируюсь Уже 30 лет Без перерывов Без отдыха Мне не надоело Я каждый раз Хочу Идти В зал Я себя Останавливаю Вот сегодня Еду тренировать Аллу И хочу Сам тренироваться Прям вот Хочу Но не буду Потому что Устал Вчера тренировал Грудные мышцы Лучше Отдохну Завтра Потренируюсь Сдерживаю себя А Много Вы знаете У людей Которые способны Линейно Тренируясь Вот так Изо дня В день Долбя Башкой В стену Выдержать Такой режим Да мало Кто Выдерживает И это Показывает Практика Из 100 человек Приходящие В тренажерные Залы В лучшем В лучшем В лучшем случае Остается Один Через год Один Человек Друзья И поверьте Мне Со мной Уже столько Людей Начинало Тренироваться Находят Находятся Которые книги смотрите мои статьи изучайте мои видеоролики все это в них есть и вы можете спокойно в открытом доступе это все найти поэтому друзья когда вы выбираете себе тренера инструктора наставника просто посмотрите спросите человека что он думает о периодизации послушайте что он ответит что он думает о тренинге на рельеф на выносливость задайте ему вопросы с чего нужно начинать тренироваться с тренажеров или со свободных весов и когда человек будет вам отвечать вы поймете что тренер вам просто напросто в современных реалиях на хрен не нужен такой тренер который в 99 процентах случаях будет вас ждать в том или ином тренажерном зале ну ладно друзья извиняйте что в очередной раз прочитал вам лекцию о пользе периодизации и о тупости большинства тренеров берегите себя ведь повторение мать учения и делаю я это все только для того чтобы вы смогли сохранить свое здоровье чтобы не делали тех ошибок которые совершал я которые совершают многие другие и лучшая благодарность для меня это если вы поделитесь этим роликом в своих соц сетях и не только этим любым другим если понравилось ставьте палец вверх пишите в комментариях что понравилось что вы думаете о периодизации пишите если у вас опыт периодизации если не нравится ставьте дизлайк и пишите что вам не понравилось скорее всего значит вы приверженец тоже той теории что натуралу не нужна периодизация напишите почему напишите что по вашему есть периодизация всем пока спасибо что смотрели увидимся как всегда тренажерном зале